Уметь оказывать первую помощь должен каждый. Так считают в православной службе милосердия Екатеринбурга. Сотрудниками этой организации была подготовлена Георгиевская игра, в рамках которой дети учились базовым навыкам спасения людей в критической ситуации. Надежда Калинина продолжит. Алексей приводит в чувство человека, находящегося без дыхания. В роли пострадавшего наглядное пособие, манекен. Правда, помогать восстановить дыхание нужно по-настоящему, ведь в критической ситуации от этого может зависеть чья-то жизнь. И движения у Леши уверены. В будущем юноша хочет стать врачом. Первый раз учился, но чисто теоретически до этого понимал, как это делается. Думаю, что в такой ситуации, когда будет, я смогу помочь человеку. Это важно. Тут как бы в таких ситуациях, я думаю, стоит отбросить какие-то личные принципы и наконужение человека, так сказать. На другой площадке рассказывают, что делать, если человек поперхнулся. Спасатели обращают внимание на важный момент. Помощь в такой ситуации для маленького ребенка и взрослого будет оказываться по-разному. Рядом школьники учатся бинтовать рану. Спасибо, доктор. Такие занятия проходят в рамках проекта «За други своя», который реализует православная служба милосердия Екатеринбургской епархии. Основная цель и проекта, и сегодняшнего мероприятия, чтобы наши дети в православной среде получали не только самое главное духовную составляющую, но чтобы им было интересно находиться вместе, получить вот эту полноту общения, какие-то новые навыки, и чтобы они не искали это на стране далече. А после в спортзале провели соревнование «Русский силомер», где мальчики и девочки смогли проверить свои физические навыки, а завершилось вечеркой, на которой дети отдохнули, а также познакомились с народными играми и танцами. По саду и в обгороде девица гуляла, не одна она гуляла с усталым молодцем. Многие ученики гимназии прекрасно знакомы с традициями русской культуры. Даже сарафаны и косоворотки у них есть, поэтому ребята с легкостью подхватили народные напевы и закружились в танце.